И в окно смотрим и машем. Экскурсия без интерактива скучна. Самарские полицейские об этом знают, поэтому и разрешили учащимся лицея заглянуть с помощью камер безопасного города в окно родной Альма-Матер. А там один из преподавателей уже машет ребятам в объектив. В новом полицейском участке на Волжском шоссе, куда школьники пришли на экскурсию, базируется ситуационный центр городской системы видеонаблюдения. Конечно же, программное обеспечение «Безопасный город» не игрушка. Это настоящее всевидящее око в помощь самарским полицейским, которое привело тинейджеров в восторг. На самом деле очень много камер. Камеры имеют гигантское приближение. С города, не с набережной, с города можно увидеть пляж Волги. Там с расстоянием метров в 200 отчетливо видно все. Система «Безопасный город» – целый комплекс технических приспособлений, которые находятся как в отделении полиции, так и по всему городу. Выявлять и фиксировать правонарушения в режиме онлайн, на улицах, в парках, торговых центрах, метро и на вокзалах правоохранителям помогают более 1300 видеокамер, установленных по всей Самаре. Здесь, в ситуационном центре, каждый из сотрудников следит за происходящим по своей линии и в случае чего передает срочную информацию тем, кто несет службу на улице. Данные, полученные с видеокамер города, хранятся и архивируются. Как отмечают специалисты, бывало, что подобные съемки играли решающую роль в расследовании уголовных дел. Сообщили о том, что там-то, там-то совершено ДТП. Граждане позвонили. Значит, на этих кадрах сразу видно, где это ДТП, какие автомашины и какой наиболее экипаж ГИБДД находится близлежащий. Он, так сказать, оперативно, в течение 5-7 минут он прибывает на данное место ДТП. Случалось, что с помощью системы «Безопасный город» стражи порядка раскрывали преступления в течение нескольких минут. Однажды специалист заметил на камере, как неизвестный на площади революции отобрал сумку у женщины. Информацию сразу же передали патрулю, который находился неподалеку. Только за 10 месяцев 2022-го благодаря этому уникальному программному обеспечению оперативники отработали более 100 обращений, выявили порядка 80 преступлений. Михаил Ермоленко, Григорий Плешаков. События.